Тёплые полы чертовски комфортная и удобная штука. И радиаторы с конвекторами вам глаза не мозолят. Но это только в том случае, если мощности тёплых полов и их теплоотдачи хватает для того, чтобы отопить ваше помещение. А ведь может и не хватить. Почему? Всё дело в наших ногах, которыми мы по этим тёплым полам ходим. Они у нас достаточно капризны и ощущают себя комфортно в очень узком диапазоне температур. Вот смотрите. Если вы встанете босой ногой на пол с температурой поверхности 26, ну 27 градусов, вы почувствуете, что пол не холодный, но и тёплым вы его, наверное, не назовёте. Если нагреть пол до 28-29 градусов, тогда вы почувствуете, что пол очень приятный, тёплый, в ноге комфортно. Если нагреть его до 30 градусов или выше, тогда через какое-то время вам захочется с него сойти и немножко охладиться. То есть это уже некомфортная температура. У нас, получается, состояние комфорта находится в очень узком диапазоне температур. Это вот с точки зрения комфорта. Наши нормативные документы, наши СНИПы, тоже имеют свою точку зрения по этому вопросу. СНИПы утверждают, что в помещении с постоянным пребыванием людей температура поверхности пола не должна быть выше 26 градусов. А если помещение у вас с временным пребыванием, то не выше 31. Помещение с временным пребыванием – это туда, куда вы заходите и тут же выходите. Это санузлы, это коридоры, это какие-то кладовые и вспомогательные помещения. Ну, то есть, по сути, во всех жилых помещениях получается надо держать 26 градусов и не выше. Европейские нормы либеральнее в этом вопросе. Они считают, что в жилых помещениях пол можно нагревать до 29 градусов. Тут надо учитывать еще следующее. Производители ламинатов и паркетов, если они кладутся на теплый пол, требуют, чтобы поверхность паркета или ламината не нагревалась выше, чем до 27 градусов. Ну, это связано с тем, что потом он начинает рассыхаться. Таким образом, вот мы имеем набор ограничений, исходя из которых мы выбираем температуру нашего пола. То есть, если вы можете проигнорировать требования нашего снипота, максимальная температура, до которой вы можете нагреть свой пол, это 29 градусов. Если это, повторюсь, не ламинат и не паркет. 29 градусов. Хватит этого или нет для того, чтобы обогреть наше помещение? Давайте посчитаем. Создаем документ. Выбираем наш регион. Смотрим на температуры. Мы автоматически подставляем стандартные температуры. Вы можете их изменить. Вот тут есть наши комментарии. Вообще, везде, где видите такой значок, это значит, что вы можете посмотреть комментарий. Считаем подробно. По-другому у нас не получится. Вентиляцию не учитываем, если у вас есть приточная вент-установка с нагревом воздуха. Если нет, учитываем. Теперь нам надо выбрать то помещение, в котором вы сомневаетесь больше всего, и описать его. Чаще всего это будет гостиная. Давайте опишем это помещение. В нем наверняка есть стены, окна, пол и потолок. Все это называется ограждающими конструкциями. Нас интересуют только те ограждающие конструкции, которые отделяют наше помещение от холодного воздуха или грунта. Предположим, что гостиная у вас на первом этаже, а над ним спальная, то есть отапливаемое помещение. Поэтому потолок мы описывать не будем. Поехали. Создаем ограждающую конструкцию. Вид. Стена наружная. Термическое сопротивление считаем. Теперь опишем стену послойно. Давайте представим, что мы строим каркасник, соответственно, снаружи USB, далее минераловатный утеплитель и гипсокартон внутри. Описываем снаружи внутри. Начнем с USB. Пусть будет 9 мм. Имейте в виду, что все цифры я сейчас беру с потолка. И не обращайте внимания, если я где-то не прав. Наша задача научиться быстро считать. Открываем справочник стройматериалов. Выбирать материалы будем из справочника по тепловой защите. Вот из этого. Дерево. ДСП плотность 600 примерно то, что нужно. Добавляем 150 мм минеральной ваты. Выберем из брендов. Ну, например, теплокнау в дом. И гипсокартон 12 мм. Описали. Обратим внимание на результат. Если я сейчас уменьшу толщину теплоизоляции, ну, допустим, 100 мм. Вы увидите предупреждение, что стена ваша утеплена недостаточно с точки зрения энергоэффективности. Если вы хотите отапливаться только теплыми полами, лучше следовать этим нормам, поэтому вернем обратно 150 мм. Весь пол в комнате у нас будет теплым, поэтому его конструкцию мы опишем в разделе конструкции теплого пола. Пол у нас пусть будет модный. Утепленная шведская плита. Вот здесь есть картинка. Вот наша утепленная шведская плита. Описываем конструкцию теплого пола. Комната наша угловая. Будем считать, что вся она лежит на зоне номер 1. Покрытие можете выбрать любое. Требуемый нам результат не зависит от покрытия. Стяжку сделаем недорогую, цементно-песчаную. Ну, 100 мм толщиной. Труба будет посредине. Теплоизоляция пусть будет карбон-эко от техно-николь. Толщину менее 200 мм в наших краях не делают. Вводим. Конструкцию описали. Можно описывать само помещение. Гостиная. Температуры не трогаем пока. Помещение будем проветривать, поэтому надо указать количество воздуха. Читаем комментарий. Считать будем по людям. 30 кубов в час на человека. В доме будет у нас постоянно проживающих 3 человека, поэтому вводим 90. Сразу видим, что нам надо более полутора киловатт на нагрев этого воздуха. Добавляем наши стены и полы. Еще раз. Здесь мы описывали сами конструкции, а здесь привязываем их к помещению. Ориентация, например, наихудшая. Ну, на север. Комната у нас приличная. 6х4, высотой 3 метра. Соответственно, площадь стен будет 30 квадратных метров. Комната угловая, напоминаю. Есть большое окно. 2х1,5. Нарожных дверей нет. Есть выход на террасу. Вот. Нам надо уже 2,5 киловатта тепла на нагрев воздуха и на компенсацию теплопотерь. Добавляем теплый пол. Пусть будет одна пластина. В нашей задаче их количество не важно. Площадь ее, соответственно, 24 квадратных метра. То есть комната 6х4. Конструкцию мы уже описали. Вот она. Температура. О температуре читаем. И давайте попробуем, при какой температуре нашего пола хватит. Начнем с 26. Видим, что надо еще 1,6 киловатта. Увеличиваем температуру. 28. 28 мало. 30. 30 мало. 32. 32, можно сказать, достаточно. Но 32 это много. Смотрим еще раз. Даже в ванных комнатах 32 много, не говоря уже о жилых. Делаем вывод, что теплого пола для отопления нашего помещения недостаточно. Не торопитесь расстраиваться. Посмотрите наш следующий ролик. Там мы обсудим, что делать, если теплого пола не хватает, а радиаторов не хочется. А пока задайте мне такой вопрос. Почему я вам не показываю цифру потерь тепла через пол в грунт? Потеря через тепло в грунт. Туда же тоже теряется? Отвечаю. Я не показываю эту цифру, потому что от нее ответ на наш вопрос не зависит. У нас с вами одно ограничение. Температура поверхности пола. А все, что ниже, легко решается, потому что нет никаких ограничений. Даже если совсем убрать теплоизолятор из-под теплого пола, мы его поверхность до нужной температуры все равно нагреем, трубы побольше намотаем, расход теплоносителя увеличим или его температуру. Короче, решим. А вот теплопотеря всего, что выше поверхности теплого пола решается только нагревом этой самой поверхности. А ее, как вы сами уже увидели, не очень-то и нагреешь. Только не подумайте, что наш сервис предназначен для решения этой маленькой и узкой задачи. С его помощью вы можете сконструировать систему отопления вашего дома целиком. И подписывайтесь на наш канал. Это не последний лавхак, их будет еще несколько. Ставьте лайк, если вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok